Добрый вечер. Рады всех видеть. Второй национальный фестиваль «Движение» продолжается. В рамках фестиваля у нас была запланирована творческая встреча с Никитой Сергеевичем Михалковым. Поскольку от вас посетило огромное количество запросов на интервью, Никита Сергеевич согласился в рамках переговора на все ответы, чему мы, за что мы ему очень благодарны. Спасибо. Всем сюрпризам, которые сегодня принесла погода. Катюсов, режиссер, финалист, Алле, Римин Оскар, председатель советских литератистов, можно бесконечно. На это можно уходить уже. Сегодня с нами. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Я слушаю вас. Добрый день. Микрофон, пожалуйста, озвучивайте вопросы и представляйте. Анастасия Ребанкова, 12 канал. Здравствуйте, Сергеевич. У вас микрофон не работает. Вот, теперь работает. Здравствуйте, 12 канал. Анастасия Ребанкова. Вы приехали вон с буквально несколько часов назад. Наверное, не к себе спрашивайте, если ли это какие-либо картины, фестивали. Мы наверняка знакомились с программой фестиваля «Движение». Что для себя выделили, на какие бы фильмы хотелось бы сходить или после посмотреть? Нет, вы знаете, я вообще, так сказать, это противо всяких правил фестивальных, когда он еще не закончил, чтобы кто-то предлагал или советовал что-то смотреть. Но мне кажется, что его разнообразие в фестивале, что здесь представлены художественные, короткометражные, сериалы и так далее, и так далее, говорит о неком многополярном отношении к кинематографу, с одной стороны. Но, с другой стороны, насколько я знаю, интерес к фестивалю в этом году даже выше, чем в прошлом, что, на мой взгляд, очень важный знак для фестиваля. Потому что, как бы там ни было, зрителя обмануть трудно. Его можно, так сказать, разочек надуть, а дальше уже это тут делать трудно. Поэтому, то, что на фестивале к нему такой интерес людей, то, что он, так сказать, обогащается мнениями и количеством зрителей, думаю, что это важно не только для фестиваля и для Амичей, но это важно и для тех, кто привозит картины и кто приезжает сюда. Я вообще считаю, что, как бы то ни было, если есть, так сказать, душа, мышцы и сердце в России, то она находится не обязательно в Москве или Санкт-Петербурге. Я это, так сказать, декларирую почти всю жизнь. Когда много поездил по стране и понял, что вот эта вот огромная страна, где в каждом регионе есть невероятные абсолютно бриллианты и исторические, и культурные, и традиционные, что говорит про Омск, вообще какая история Омска, какое значение Омск имел для России в прежние времена и сейчас тоже. Поэтому я думаю, что, если фестиваль здесь приживется, я буду очень рад за то, что этот фестиваль к кино привлекает зрителей и буду очень горд, если его будет продолжать вести Артем, который, как мне кажется, очень увлечен. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Добрый день, здравствуйте, спасибо. Дмитрий Иванович, у меня два вопроса. Откуда? Василий Романов, журнал «Бизнес-курс». Дмитрий Иванович, первый вопрос. Вы не впервые в Омске, как вы сказали, он имеет большое значение в истории России. Что, с чем для вас ассоциируется Омск? Это первый вопрос. И второй вопрос. Столетие начала Первой мировой войны, будет отмечать все мировое человечество. Какой-то проект вы к этой дате собираетесь делать и вообще как-то ее? Вы знаете, если говорить про Омск, я не хочу так точечно проходить по истории, так сказать, этого края. Вы прекрасно все знаете, что такое было Омск, и при Екатерине, что такое было Омск, в гражданскую войну и так далее. Поэтому, так сказать, не будем этого касаться. Это потрясающий край, потрясающей красоты, с огромной историей, культурой. Здесь много моих друзей. И я слежу за тем, что здесь происходит, поэтому это для меня один из моих, так сказать, любимых частей России. Хотя, это естественно, что я говорю это здесь, но я должен сказать вам, что и в другом, и в другом месте меня спросили бы, а какие ваши любимые места, то я бы обязательно включил в этот перечень Омск. Что касается Первой мировой войны, я вообще никогда не снимал кино к датам, что ли. Ну, как-то у меня так не получалось. Другой разговор, что иногда получалось так, что кино в моем результате оказывалось в какой-то степени, так сказать, востребовано минимум по этому, скажем так. Картина «Двенадцать», скажем, картина «Утомленный солнцем-2», она ждет своего времени, и я абсолютно убежден, что пройдет какое-то время. И этот взгляд на войну и на мир, взгляд метафизический, взгляд притчи, взгляд, так сказать, религиозный, если хотите, он будет еще востребован. И в этом совершенно уверен. Картина «Солнечный удар», которую мы заканчиваем, она тоже не приурочена, так сказать, скажем, к чему бы то ни было. Но мне думается, что, надеюсь, а уж сегодня почти уверен, что к моменту ее выхода она будет, так сказать, такое будет ощущение, что я снимал ее специально, так сказать, к какому-то моменту. Но думаю, что так может произойти. Что касается, я знаю, что снимаются картины, снимаются, по-моему, про «Женский батальон» картины, она снимается. На телевидении снимается большое количество картин. Я вообще считаю, что история Первой мировой войны, она для нас оболгана еще в школе. И мы не можем отойти от этого стереотипа отношения к этой войне, которая, в общем, по большому счету, была война для нас победоносная. Если бы не предательство, которое было вокруг, то неизвестно, как бы, так сказать, было, что было бы с миром, как бы он был поделен. Но, с другой стороны, еще это одна из самых кровавых войн, несмотря на отсутствие тех технических средств, которые были во Второй мировой войне. По своей жестокости это была одна из самых страшных войн, если иметь в виду, скажем, газовые атаки, появление бронетехники и так далее, и так далее. Я думаю, что, даже дело не в этом, время прошло, сто лет достаточно, но не созрела еще точка зрения, на мой взгляд, серьезная и глубокая у нас, в нашем сознании. Слишком долго нам объясняли, что это, так сказать, кровавые мерзости царского режима, война захватническая, которой народ не хотел и проиграл ее, потому что царский режим прогнил. Это не так, не правда, и я думаю, что еще будет время и возможность оценить значение этой войны для нас и оценить то, как кто себя вел во время этой страшной Первой мировой войны. Светлана Васильева, Омская правда. Никита Сергеевич, очень много говорят о возрождении российского кино, но кино не может возрождаться без зрителей. А если подойти к любому кинотеатру, глянуть на афишу, то, я не знаю, может быть, за месяц это полпроцента российские фильмы. То есть все кинотеатры работают исключительно на американском кино, и, собственно, молодежи смотрят. И даже во время фестиваля, вот если сравнить, у нас же это второй фестиваль, у нас был фестиваль, у нас тут делим фильм в советское время. Это каждый февраль привозили по 8-10 фильмов, и во все кинотеатры города с утра на вечер, и большая команда артистов и режиссеров. Весь город знал эти фильмы и мог посмотреть. Фестиваль прекрасно, но это один раз, пока с одного фильма в зале где-то 200 мест и все. Вот скажите, пожалуйста, что какие-то движения с прокатом у нас могут быть? Ведь много говорили о квотировании, которое принято в других европейских странах, национальные фильмы. Может быть, проектами на телевидении. То есть, союз кинематографистов, я знаю, что радуют за это, но есть ли какое-то движение в этом направлении? Спасибо. Вы знаете, это невероятно сложный, краеугольный, многогранный и противоречивый вопрос. Когда мы говорим о квотировании, квотирование было принято и существует в Китае, квотирование существует в демократической стране Франции. Но квотирование на американские картины, вообще на иностранные картины во Франции произошло сразу после войны. То есть, тогда, когда это было еще не так заметно, когда еще Голливуд не распространил свою мощь и щупальца по всему миру. Поэтому много раз пытались французов с этого столкнуть, не удалось. И они счастливые тем, что они это умеет, смогли сделать. Они, так сказать, культивируют свой кинематограф, вкладывают с проката на своих фильмов производства и так далее. Это налаженная система, и я лично ее очень завидую. Сегодня провести квотирование, скажем, в нашей стране – это убить проката. Просто убить. Потому что, во-первых, будет саботаж огромный кинотеатров, киносетей. Он будет, причем даже это не тайно, они просто это декларируют. Устраивать каникулы, скажем, то, о чем шла речь, скажем, в новогодние праздники, там, или майские праздники, когда наибольшее количество людей ходит в кинотеатр, показывают только наши фильмы. В этом тоже есть некая ущербность, которая может, опять же, привести к саботажу кинотеатров. Мы не должны убивать киносетей. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что победа в этом вопросе заключается в качестве нашего кино, в правильном промотировании нашего кино, в правильной оценке и подходе к нашему кино, которое должно происходить через телевизионный канал, которые не должны брать таких денег за эту рекламу, потому что это общегосударственное дело. То есть невозможно. Здесь все равно кому-то придется наступить на горло, кому-то придется потесниться, кому-то придется немножечко умерить свои аппетиты. В любом случае. Так не бывает. Тут убавилось, тут прибавилось. Не может быть так. Взять неоткуда. Но я должен вам сказать, что я потерял надежду в какой-то момент. Просто потерял. Потому что я увидел, какое гигантское количество картин, которые идут на западные фестивали, только потому что они настолько безобразно показывают то, в чем они живут, эти люди, что они... А люди устали. 20 лет назад увидеть эдакую правду с матюшком, так сказать, с ворами в законе, с полицейскими, с милиционерами-оборотнями в погонах и так далее, и так далее, с коррупцией и со всей, так сказать, мерзостью жизни, это было вот эта смелость. Вспомните, какой бум был по картине «Маленькая Вера», да? Да там, в общем, ничего особенного нет. Сейчас посмотрите «Маленькую Веру», это просто, ну, это спокойно очень малыши. Малыши можно показать эту картину. Потому что за это время произошло. За это время девальвировалось это понятие. Девальвировалось понятие правды. Девальвировалось понятие искренности и объективности. Оно девальвировалось. И, в принципе, если иметь в виду, понимаете, вот я вам скажу, я привожу эту фразу потрясающего одного старца, который сказал, жестокая правда без любви есть ложь. Любая может быть правда, но если в ней нету отношения, если в ней нету вот этого сострадания, очень присущего русскому человеку и русскому искусству, то русский человек от этого устает. Он портится, русский человек начинает хандрить, он начинает проклинать это кино. Он говорит, я не хочу смотреть наши картины, потому что ничего того, что меня там может устроить, там нет. А порнухи и мата, я наслушался, насмотрелся в свое время на дисках, в своих картинах, а мат наслушался в метро. У меня нету стимула платить деньги за то, чтобы да, какая-то звезда появилась, может быть там человек, который мне интересен, но и более ничего. У меня надежды почти рухнули, потому что я вдруг стал понимать, что людям потрясающая картина, которую я снял в свое время Панфилов про царскую семью, потрясающая картина, нулевая в прокате. Ну как? Эта картина, выйдя она 30 лет назад, это был бы бум. Почему? Что такое? Интернет в свое время, потом вот это самое обилие при полном отсутствии внутренней подложки с точки зрения воспитания человека вот с такого возраста. Мама говорила, воспитывать надо пока поперек кровати лег. Лег вдоль уже поздно. То есть вот это вот самое, всем цветам цвести, вот это все пагубное ощущение такое, пусть они сами. Это не свобода. Это приводит к расхлябанности, к хаосу в результате. Хотим мы того или не хотим. Поэтому эти надежды во мне возникли тогда, возродились. Тогда, скажем, появились картины, человекообразные картины, как, скажем, «Остров Лунгина», которая, как мне казалось, ну как ее можно смотреть? И вдруг я вижу, как эта картина стала разворачивать людей к себе. Да, это не гигантский прокат, но это тот интерес, который был уделен. или, скажем, картина «Водитель для веры». Скажем, картины, которые… «Девятая рота», Федя Магажев. Последний пример для меня – это наша картина, нашей студии «Легенда номер 17». Почему? Вот я особо… Почему люди стали ходить на это кино? Потому что это кино, во-первых, которое можно смотреть семьей. А это очень важно. Невозможно, чтобы кино разделяло семью. Мужчина может смотреть эту картину, а жене не стоит. А детям тем более нельзя. Но это, вы понимаете, да? Это хорошо, когда много всего-то. А ты можешь сделать порно-кинотеатр и ходить туда с кем хочешь. Но когда это как массовый продукт валовый, это очень опасная и, главное, что разрушающая вещь, разрушающийся сам прокат и зрителей, и кино, и так далее, и так далее. Почему картину эту смотрели по нескольку раз? Почему мне рассказывали, как на вечернем сеансе, ночном сеансе, после картины никого нету, из актеров аплодирует зритель? Потому что он увидел там уважение, он испытал уважение и сострадание к своему соотечественнику. Это редчайшее качество, которое мы почти утеряли. Сострадание и уважение к своему соотечественнику. Много ли картин сделано, где мы уважаем людей, которых мы видим на экране? Можно не любить, но уважать хотя бы за поступки. Я думаю, что если это как тенденция будет развиваться, если понимание того, что зритель не полный идиот, и что его может интересовать и своя история, и культура тоже, а не только... Обратите внимание, как зритель снисходителен, русский зритель, к американским картинам. На это... Обратите, да? Вот представьте себе, что кто-нибудь... Вот я снял бы... Там... Да, аватар. Что бы со мной сделали критики? Понимаете? И зритель думает, что... Они не прощают своих, и слава богу, я этому благодарен. Ну, американцы... Ну, посмотрели, съели поп-корн, все классное. Они не относятся к нему серьезно. Это развлечение, развлекуха, и ладно. Но наши так нельзя. А ходить на серьезное наше кино неохота... Что там сидеть? Пойдем посмотрим лучше аватара, который сделал американцы. Я абсолютно не хочу сказать, что американское кино, как-то его унизить. Оно великое кино абсолютно. Оно все равно лидер. И в технических возможностях, когда не хватает того, что есть у нас, они берут это техникой сумасшедшей абсолютно. Если посмотреть при этот самый... Гравитацию, да? Ну, елки-палки. Ну, так сказать, так если разобрать ее на узкие картины, ну, она... Да, вот по... Да? Ну, китайская станция, наша станция, ну, все там правильно, выдержано с точки зрения идеологии, и так далее. Но она сделана так, что ты забываешь, о чем идет речь. Она так завораживающе сделана. Поэтому, хотя мысль, так сказать, о том, что человечество, земля, ее надо беречь, и так далее, и так далее, она прекрасна, но она, так сказать, не Достоевский, скажем, и не Толстой. Поэтому мне кажется, что если есть у нас будущее кино, надеюсь, оно есть, оно заключается именно в том, чтобы люди, которые снимают это кино, уважали бы тех, кого они снимают, про что они снимают, и для кого они снимают. То есть, уважали бы сами себя. Это, на мой взгляд, есть надежда. Другие способы составить, смотреть картину, запретив американское кино, наивно, глупо, и сами потом будем над собой издеваться, потому что сделали очередную глупость. Здесь, понимаете, надо не мечети ломать, а храмы строить. Вот в чем дело. Это принципиальный вопрос. Борьба за православие с ломанием мечети это глубочайшая ошибка. Я условно говорю это, но смысл заключает. Я сейчас только что говорил. Мы войну выиграли не потому, что немцев ненавидели, а потому, что себя любили, друг друга любили, землю любили. Это была победа любви, а не ненависти. То же самое кино. То же самое абсолютно. В других масштабах мы то же самое. Пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, самая большая ошибка это сделать фильм, думая о том, как сделать его интересным зрителям и фестивалям. Никогда невозможно. Вы знаете, радость должна быть нечаянной. Сделать картину на злобу дня в надежде, что она будет оценена, потому что это попало на злобу дня можно, но за этим не будет ничего того, что божественно, что нельзя потрогать руками. Понимаете? Поэтому я считаю, что единственный путь к тому, чтобы это было востребовано, это быть самим собой. Это вот что, так сказать, как могу пить, так и пою. Знаете, другой разговор, к сожалению, или к счастью, гармония всего-навсего это когда то, что хочешь, совпадает с тем, что можешь. Огромное количество бед, и особенно в художественных семьях, бывает от того, что люди думают, что они могут только потому, что хотят. И здесь нужно быть очень четким, жестким и жестоким иногда, но остановить человека, если даже он очень хочет, но понятно, что он не может, остановить его от страшной ошибки, потому что он станет несчастным на всю жизнь. Здесь очень важно, чтобы совпадало, вот если Божий дар есть, а дальше ты будешь самим собой. Вот кто ты и как? Я должен увидеть через твою картину твое личное лицо, личное. И когда вы придете в кинотеатр, прячась от дождя, и попадете на третью часть или четвертую часть в Феллине восемь с половиной, вы точно поймете, что это не Юрий Озеров или не Сергей Бондарчук, ничего, великие люди, ради бога, но вы увидите там другое. если вы будете смотреть, скажем, «Войну и мир» Сергея Федоровича, вы точно поймете, что это, кто это, лицо должно быть. Поэтому мне думается, что чем более субъективным и ответственным в своей субъективности будет произведение кинематографа, и о них будет много, но каждый будет отвечать за свое лицо, я думаю, что это как раз, так сказать, и то, к чему мы стремимся на фестивале. Самая большая ошибка, на мой взгляд, это сделать, как у людей. Давайте вот как у людей, а там у людей, как сделано, а давайте мы тоже красную дорожку постели. Ну, вот я условно говорю, но подевайте о чем вы. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Никита Сергеевич, председатель Омской студенкой компании. У меня на вам два небольших вопроса. Недавно на днях ваш коллега Алексеевич цитировал вас и говорил, что вы всем советовали каждый фильм снимать не как последний, как первый. Вот хотелось бы развалить еночную тему и спросить, почему вы решили заняться виноделием, насколько я прочитала в прессе, что у вас есть винограники в Тоскане и ваше вино называется, как ваш знаменитый фильм «12». А теперь еще будет вино, куда буду называться очень черный, сумасшедший. Ну, вы знаете, рассказывать, скажем, как мои впечатления, и впечатлений нет. мы абсолютно безбашенны, неслись куда-то, все трюки делали сами, ничего не боялись, не хотели сделать лучше других, а просто, так сказать, мы взлетели, летели, хохоча и, так сказать, подпрыгивая, не оглядываясь по сторонам, просто. И после этой картины она начала иметь довольно большой успех, и Ежа Кавлерович меня спас просто. Был фестиваль, он посылал мою картину, мы с ним сидели, выпивали, он много старше меня. И он сказал, немедленно начинай новое кино. Я говорю, почему? Начинай немедленно. Я потерял 20 лет жизни, сняв картину «Поезд», я боялся сделать хуже. Я искал сценарии, я пересматривал свою картину, я думал, как я это сделал, почему у меня это получилось, и так далее, и так далее. Я потерял 20 лет жизни. Немедленно, забудь. Я говорю, ну как тут, самое время, слава, забудь, все, пусть летит сама, все. Я так и сделал, и это меня спасло, потому что очень часто бывает так, что выстрелил, да, а потом, да, пока, сейчас, пока, давайте еще подышим славой, а потом уже что-то начнем. Нет, надо сразу, сразу начинать, сразу другое, забыли. В первые впечатления, как раз, оно же, в общем, почему у меня и возникло, это соображение, что надо снимать не как последнюю, а как первую. Как первую, потому что ты должен ничего не знать, у тебя есть опыт, но японские художники великие, достигнув славы, они уезжали из своих мест, где они добились славы, меняли имя, школу, почерк, начинали все с нуля, и добивались, или не добивались чего-то, но они не пользовались то, чего они добились, для того, чтобы, так сказать, наслаждаться на лаврах, почеркать. В этом смысле, для меня, так сказать, действительно, реально, абсолютно, каждая новая картина это ужас, неуверенность и счастье именно в поисках выхода из этой неуверенности, причем совместно с актерами, я много репетирую, импровизирую и так далее, и так далее. И вспоминая книгу «Лощица», замечательного Юра Гончарова, он написал, что счастье не надо, когда получилось, и не надо, когда получится, а когда получается, вот это вот мгновение полета, когда получат, вот это вот минуты счастья, они и есть творчество для меня, во всяком случае. Поэтому, поэтому я и говорю, что начинаешь картины, и говоришь, ё-моё, я иногда смотри свою картину, неужели это мы сняли, много дорогих. Я вам скажу такую штуку, я в этом смысле счастливый человек. Я абсолютно не чувствую веса сделанного от груза. Просто ничего, я правда не чувствую. То есть, так сказать, это не значит, что мне неприятно, когда там хвалят картину, или мне не больно, когда я ругаю, это не об этом речь. Но я не чувствую вот этого, так сказать, ну ладно, попробую, сделай так. Вот этого, есть прекрасные картины, очень хороших режиссёров, автором которых я не хотел бы быть. Потому что я вижу, как ему было тяжело, и он мне доказывает, как ему было трудно, и в грязи, и в холоде. И он вымучил, и я устаю, как зритель, думаю, господи, ну скорее бы, езжай в санаторий, милый, ты так устал, невозможно. Вот этого ощущения, так сказать, того, что поработали бы с моё, у меня к счастью, может быть это легкомыслие, может быть это, так сказать, не знаю, что это, может быть это лень думать об этом, но радость, как бы он сказать, лёгкость отношения к тому, что делаешь, я не имею в виду легкомысля к работе, а вот лёгкость отношения к этому, это великая терапия внутренние и определенного рода защита, хотя тебя называют барином, чвангивым и так далее. Я слушаю это и думаю ну бог с ним, говорят и говорят, мало ли так сказать поработать по 18 часов, я 30 лет сплю по 4-5 часов в сутки чтобы успеть то, что хочу сделать но у меня это не вызывает так сказать так сказать оскорбление ну называйте, называйте человек, который вкладывает слово барин в негативный смысл, он уже по определению холоп он внутренне, так сказать слаб поэтому для меня, скажем, вот возможность легко к этому относиться это увеличивает и это, кстати говоря, это не значит, что ты должен совсем быть по-небратски, так сказать, ты должен держать дистанцию, естественно но для группы, для тех, с кем ты работаешь это такое наслаждение когда это одна кому когда это семья когда это импровизация когда это летит когда это создаётся мир вот так, прямо перед тобой вот он сейчас делается это самая большая радость, по-моему поэтому, так сказать как первая картина мама дорогая, что будем делать про вино скажи а, вино вино, вино, вино знаете, что вино вино это такая странная история я вообще, так сказать никогда не был минным человеком мой товарищ где у меня хозяйство где я работаю где я снимаю там под Нижним Новгородом такой кость эту выкину мы с ним находимся вместе он такой бизнесмен он говорит вот давайте наградник есть давайте сделаем вино я говорю, ну как я же не умею его делать он говорит, если у тебя просто гибнет виноградник его продают и он очень старый и там винодельня старая и мастера старая но, так сказать разваливается а вино вино, хлеб это же всё-таки библейские вещи да как-то понятие лозы вообще что-то в этом такое есть мистическое я говорю, ну давай попробуем ну мы взяли его и стали делать вино вино оказалось замечательным действительно и это делают виноделы причём по всем по всем по всем по всем абсолютно правилам и канонам и мы назвали эту партию вина двенадцать и белого и красного причём белое ничуть не хуже красного даже может быть и лучше сейчас новая партия тех же виноградников из других сортов другой замес другая смесь оно будет называться учечённое и ещё будет вино урга сладкое я должен вам сказать что я никогда бы не дал разрешение назвать что бы то ни было названием моей картины потому что я уважаю труд мой и моих друзей если бы это не было бы качественным продуктом но это действительно качественный продукт это не коммерческая история она не приносит денег каких-то дай бог чтобы себя окупало но сознание того что ну вот я не знаю если бы у меня были поляга на которых росло на пшенице и взять буку батон из пшеницы которая выращена в твоих полях какое-то внутреннее ощущение какого-то созидания что-то вино то же самое я испытываю огромную гордость когда мне вообще так и не случайно скажем Берлускони мне двоячка забрала прислал фотографию дорогой Никита спасибо тебе за общение но не только за него и за вино я тут же её переслал я тоже переслал виноделам мне сделали вот такой постер у них там висит Берлускони хотя он там в тюрьме сидит посуду моет что он там делает так что так сказать оно действительно качественное но россияне-то его попробуют да-да-да вот скажем на рейсах Москва Сочи во время Олимпиады это вино было но понимаете оно не в промышленных так сказать масштабах с точки зрения так сказать серьезного винного дела оно не такое но это где-то примерно не знаю там 4-5 тысяч бутылок это кажется много на самом деле это совсем немного но вот для каких-то вот таких презентационных вещей оно годится Наташа Наташа очень способная девочка очень способная очень пластичная очень хитрая по-актерски роли в нем не особо и нету она сидит и смотрит и реагирует на то что показывает фокусник но дело в том что она это я под снимали пятью камер и все и одна камера и все снимайте что хотите вот эта картина вообще вся так снята я разводил мизансцену репетировал сцену мы снимали общий план а потом я говорил четырем операторам четыре камеры а теперь ту же сцену мы играем а вы снимаете что хотите было ощущение хроникальное и причем никто не знал что Наташа это дочка Темы это моя мать и ее снимали вот насквозь опять на нее а когда я выдал монтажеру этот материал он вообще ничего не знал ни про Наташу ни про Тему не про то что она снималась и он в серп вообще он складывал сцену и он в этой сцене все время вставлял ее реакции и я я думаю ну понятно ему сказали что это моя ну так я решил потрафить я решил не так его спрашивать просто знаешь ли кто это я говорю а что вот эту девчонку что ты ее столько насталял девчонку там же у меня он говорит слушай она так реагирует потрясающе просто потрясаю вот посмотри на это посмотри на то посмотри на это я говорю ну да хорошо ну жалко понимаешь потому что она такая выразительная она ну просто удивительная посмотри я говорю я говорю ты вообще знаешь не я не знаю кто но вот посмотри вот она вот она я понял что он действительно не знает что она я говорю ну вот между прочим ты так сказать я бы тебя заподолжил вообще подхалимаш потому что это моя внучка да ладно я говорю клянусь тебе не может быть и начал вырезать я говорю стоп-стоп-стоп подожди не торопись если это хорошо пусть останется не надо не надо грязи не надо без фонадизма она очень гибкая пластичная веселая умная и я не знаю будет ли она актриса это вообще всегда очень такая штука обманчивая меняется характер меняется темперамент много чего меняется поэтому я ненавижу прости господи я ненавижу вот эти самые всякие детские конкурсы когда накрашенные маленькие девочки с подведенными песницами что-то изображают мне кажется это такое насилие и так развращает детей в том смысле что они теряют о себе реальное представление они нравятся родителям соседям Леночка встань на стул прочти стишок вот они все это делают и в результате они начинают заблуждаться в своих возможностях когда приходит момент определить кто они они уже не могут поверить что они так сказать в этом деле никто поэтому я к этому очень осторожен а вот окна еще из внуков которых у вас уже девять а вы видите акцент да вы знаете как-то так сказать чего растить конкурентов пусть они как бы знаете что-нибудь удивительно и вот я только сейчас об этом подумал никто из них у меня не просил сниматься вот удивительно сейчас я только что об этом подумал Наташка когда она пришла на площадку ну вообще это было гениально она поснялась и вдруг страшная истерика за за декорацией Тёма пошел мне Наташ что случилось всё жизнь кончилась всё кончилось всё я не кривер что случилось всё я никогда в своей машине не попал в такое счастье для него трагент она решила что вот на этом её карьера кончилась в ней это есть она это хранит тайны ничего не просит но в ней это существует вот это желание в остальных нет они так сказать такие самостоятельно называют меня Никитона в общем его почтение я очень рад они нормальные люди пожалуйста дальше Денис Корф в целом скажите пожалуйста вы сейчас сняли фильм «Солнечный удар» по Бунину который никто ещё не видел конечно но рассказ Бунина очень короткий буквально нахранится таким образом выиграл от Мандельева привозить полнометражную макия и второй еще вопрос сразу максимальная цифра нацепляет как входит дочное количество часов насколько я понял в вашем интервью второго как вы сейчас в этой груди материал разбираетесь и не то с ним вопрос справедливый дело в том что это не просто солнечный удар я дал заявку на солнечный удар 37 лет назад тогда Бунина нельзя было трогать ну и так далее тому сейчас не важно я никак не мог подойти к этой картине до момента пока я не пришла в голову мысль соединить солнечный удар и окаянные дни это потрясающий документ эпохи документ страстный страшный жестокий абсолютно не похожий на Бунина ни по злобе внутренней ни по ни по обидчивости ни по язвительности ни по желчности такой страшный документ и это не воспоминание о времени как прошедшего когда-то а вот этому пишется вот сегодня вышел на улицу вот так на этом это грандиозный документ он был запрещен у нас очень много лет я читал его правда давно тоже в самоздате но так сказать даже не представлялся что он будет опубликован вот соединение этого дня счастливого сумасшедшего дня который невозможно описать если ты его сам не испытал думаю что Бунин не мог не испытать этого потому что так нельзя написать если ты этого не чувствуешь и вот этих страшных абсолютно документов его реальной жизни в Москве и в Одессе вот это вот соединение одного с другим как раз и выкрестовало для меня в эту идею снять такую картину не просто солнечный удар солнечный удар был бы хороший действительно 30 лет назад такая летящая прозрачная история ее можно было снять пусть очень застойной стране но где есть время чтобы почитать Бунин и в сегодняшней ситуации эта картина такой быть бы не могла поэтому соединение ее с солнечным ударом с окаянными днями как раз высекло эту картину и это не просто картина это 5 серий еще телевизионных цифра у нас самый был последний вообще самое последнее что было в цифре по цветопередаче по температуре невероятно совершенно возможностей я вообще так не относился довольно относился и справедливо потому что ландринники искусственные изображения если вы видите по телевидению такие картины они видны здесь это все снивелировано просто это как на настоящем кодеке причем качественном свежем действительно было много материал но дело в том что я не просто много разного снимал а я обснимал сцену это разные вещи то есть когда когда играется большая сцена большим куском там 7 минут это очень редко бывает 10 минут мало того 15 минут потому что у тебя нету бобины которая длится 10 минут ты можешь снимать хоть 20 минут бы огромный кусом и когда у тебя есть 2 камеры которые работают и снимают так сказать 2 мастера и 3 камеры которые в эти мастера доснимают детали которые ты если ты захочешь их повторить во-первых ты их можешь не увидеть на общем плане что они были а во-вторых у тебя на это уйдет огромное количество времени чтобы снять и эту деталь и ту деталь поэтому в этой картине скажем в части 20-го года мы пытались снять некую историческую хронику то есть как бы документальную картину о происходящем в 20-м году поэтому специальные камеры были немножко небрежные и на ней было чуть фокуса вот она такая вся была и монтировалась она так же в отличие скажем от 7-го года который такой роскошный летний поэтому у меня не было да были сцены которые пришлось так сказать убрать ну в смысле не брать в картину но у меня был 5-й серийный вариант поэтому я был спокоен то что не вошло в картину вошло в сериал и надеюсь что это будет правильно да пожалуйста последний вопрос Екатерина Черненко сайта ЦИК квадрат мы сегодня задаем вам вопрос о работе мы еще постоянно работаем наверное тогда вы все-таки отдыхаете как проходят ваши доступны ваш шок была такая какая-то миниатюра моя жена отдыхает моя жена отдыхает в основном по хозяйству я вы знаете у меня вообще понятие отдых довольно как вам объяснение я сейчас попытаюсь вам объяснить вот его не может быть по определению объясню вам почему вот ты приходишь к какой-то мысли да вот там работаешь что-то такое у тебя получается не получается не важно ты лег спать и даже может быть ты проспал довольно долго но ты просыпаешься с этой же мысли иногда бывает так что пришение принимается то есть процесс он все время идет от воображения он идет очень часто не очень часто почти всегда не получающиеся сцены какие-то или проблемы которые есть ты можешь о них не думать но они все равно в тебе работают организм твой работает вот так вот взять отключиться и смотреть там в небо у меня практически никогда не бывает если иметь ввиду просто использование свободного времени то в основном это это спорт которым я много занимаюсь очень ну это как бы уже тоже вошло так сказать в жизнь в обиход в быт или это охота или это охота или это верховая езда я вам должен сказать что час верховой езды в полях или в лесу казалось бы не совсем забыть поле не ландшафт не горы вот просто нормальное поле берег невероятное дает тебе такое вливает в тебя энергию какую-то еще надо ну может быть это будет звучать довольно странно вы знаете конь это удивительное существо только тот настоящий конь да с которым можно разговаривать и на котором во время езды можно думать а кто знает верховую езду меня поймет потому что если ты не уверен в коне ты все время будешь думать о том куда он наступит не испугается или не дернется а вот возможность думать это как вот я скажем когда кроссы бегал длинный там 10 километров 15 может быть лучшие вещи которые я в кино придумывал я придумывал на ходу вот в этом монотонном беге иногда я что-то придумывав на ходу добегал быстрее чем обычно потому что не потому что я стремился записать а потому что просто энергетически ты был возбужден и поэтому бежал быстрее не замечал не уставал и так далее то же самое на верховой езде возможность думать во время верховой езды или разговаривать с конем это тоже это кажется такой шерфрении но должен сказать что иногда бывает намного полезнее поговорить с конем чем с человеком по крайней мере тебе не нужно ни саму кем-то казаться ни от него чего-то ждать просто разговариваешь и ответы приходят сами по себе поэтому для меня отдых это вот наверное это вот ну или если ты действительно вот действительно вот иссяк иссякаешь то надо в клинику ложиться поехать может быть но тогда тоже другое там тоже так вот чтобы я вот это вот я с таким завистью там мы были там ненавижу туризм вот это вот когда посмотрите налево и направо то есть я понимаю что это кощунство наверное но вот мне намного интереснее сидеть в кафе на улице где тебя не знают и просто наблюдать и там решать вот это откуда идет человек какой характер что у него в руках что в карманах а чего он так а чего куда он сможет что он думает это казалось бы это тоже такая шизофреническая вещь но она ужасно увлекательна когда есть возможность проверить я несколько раз у меня была такая возможность проверить очень интересно насколько ты насколько ты ритмически совпадаешь с внутренним миром человека это увлекательней все нам прости господи намного интереснее чем в музее хотя в музей тоже надо ходить у нас говорится съемка окончена спасибо всем машина на anestезию до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...